Всем привет, друзья! Меня зовут Шустро, мы продолжаем с вами наше приключение в Сибири. Что ж, мы находимся в Орлабаде, и нам всё равно кто-то звонит. Алло! Эй, чем вы там занимаетесь? Мне нужны новости, результаты, в конце концов. Э-э, конечно, мистер Марсон. Мы все в этом заинтересованы. Я делаю всё, что в моих силах, но пока что новостей нет. Эй, вы, похоже, не понимаете, насколько это срочно. Игрушки по всему свету стоят у меня над душой и капают на мозги. Я не могу так долго вешать им лапшу на уши. Вы ставите нашу фирму в крайне неловкое положение. Мне очень жаль, но мне пришлось сильно изменить первоначальный план. Мисс Уолкер, вы ходите по минному полю. Сколько можно повторять, что это контракт первостепенной важности? Первостепенной! А я что, по-твоему, делаю? На курорт приехала, на море? Поверьте, я делаю всё, что в моих силах. Но это действительно трудное задание. Обо всех трудностях будете рассказывать, когда вернётесь домой. Когда я в следующий раз позвоню, будьте любезны рассказать мне что-нибудь существенное. Ясно? Да, например, что я увольняюсь. Вот мраза. Чш, какой мерзкий тип. Я помню, что надо сделать с этим фонтаном. Добрый день, сэр. Не, не ори ты так. Добрый день, мэм. Добро пожаловать в отель Кронский. Меня зовут Феликс Сметана. Я полагаю, вы не бронировали номер в этом, да? Ну, не важно. У нас есть несколько свободных номеров с видом на море. Так что, вот, пока что, самый лучший, вот это. Простите, я вообще-то не собираюсь останавливаться в Орлабаде. О, как? В таком случае чем могу быть вам полезен? Позвольте мне представиться. Меня зовут Кейт Олкер. Я юрист и действую по поручению крупной юридической фирмы в Нью-Йорке. Я расследую одно очень деликатное дело о наследстве. Рад познакомиться, мисс, как вы сказали, Колкер? Волкер. Феликс Сметана, к вашим услугам. Я работаю администратором в этой гостинице. Между нами мне, знаете, часто приходится выполнять роль управляющего. Ну, увы, теперь наша гостиница уже не та, что прежде уже в огне. Гостиница просто великолепна. Это старомодная роскошь. О, вы еще не видели наших номеров. Вот уже больше ста лет здесь жили знаменитости со всего света. Хотите номер получить? Нет, большое спасибо. Я не собираюсь здесь останавливаться. Мне назначена встреча. Ага, понимаю. Что ж, в таком случае ничем не могу вам помочь. Я бы хотела поговорить с одним из ваших постояльцев. Знаете что, это крайне нежелательно. Вот так. Ни один из постояльцев не предупреждал, что ждет посетителей. Вы не можете появиться просто так. У нас очень строгие порядки на этот счет. Не-е-е. В наши дни, знаете, хорошая гостиница. Не может себе позволить пускать всяких там, знаете, непрошенных гостей с улицы. Не-не-не-не-не-не-не-не. Пожалуйста, мне просто необходимо с ней поговорить. Это очень важно. Если бы это было настолько важно, вы могли бы предварительно позвонить сюда. Вот так. Люди приезжают сюда отдыхать. Знаете ли, они ищут уединения. А я этого не так легко достичь в наши дни. Не буду вас больше задерживать. Все, до свидания. Все. Честно говоря, если бы я могла позвонить, я бы позвонила. Но я не могла. Пожалуйста, сэр. Не могли бы вы сделать небольшое исключение? Не-не-не-не-не-не-не-не. Судариня, в нашем отеле ни для кого не делайте исключение. Все, желаю удачи. Все, до свидания. Сэр, боюсь, мне нужна ваша помощь. Простите, мисс, но я оказываю услуги только постояльцам гостиницы и за наличные деньги. Дело в том, что, помогая мне, вы одновременно поможете одному из ваших любимых постояльцев. Мисс, меня не так легко обвести вокруг пальца. Я вам не дурачок. Даже вокруг такого очаровательного пальчика, как ваш, вы меня не обведете никогда. Вы не подскажете, не появлялся ли здесь некий Ганс Форальберг? Это в качестве постояльца или как? Да-да, как постояльца. Сожалею, мисс, но реестр постояльцев строго конфиденциален. Ну, пожалуйста, это ведь не государственная тайна в конце-то концов. Ну, а если я вам покажу список, что я получу взамен от вас? Эээ, мою искреннюю благодарность. Ничего другого я не ожидал. Как говорят французы, адьо, мадам, шершеля фам. Все, до свидания. Обычно я путешествую на механическом поезде. Здесь случайно нет станции поблизости. Сюда можно доехать на поезде? А как же, разумеет, конечно, есть. А разве вот это не ваш воздушный шар, я видел, это, разорванный в саду гостиницей? Разорванный? А, да, дирижабль. Это другое дело. Я его одолжила, чтобы вернуться в Аэрлабад. Вот, ну, знаете, это мне не так важно слышать, но вам лучше убрать его как можно скорее. Вид газона с подобным украшением в кавычках может не понравиться нашим постояльцам. В кавычках? Очень жаль, что в гостинице нет постояльцев. Ой, у нас были золотые времена, но это все в прошлом. Вот и все. Это вас не огорчает? А почему это должно меня огорчать? Когда-то я принимал здесь великих людей, а теперь у меня остались одни воспоминания. Понятно. Что ж. Ну, чувак следит за этим, в список нам не попасть. Он почему-то сейчас помехи смотрит. Закрыто, да? Дверь заперта, но мне... Я помню, что лежит тут. Ты слушаешь, такая уж... Мой еще средство, да, ага. Я думала, он сейчас мне орет, типа, шо ты там лазаешь? Пойдемте нагадим фонтан. Ага, да, он сел-сел-сел смотреть футбол. У нас еще водка осталась, кстати. Ага, да, он сел-сел-сел. Вот так. Динь. Сэр. Так, это снова вы. Послушайте, знаете, вы зашли уже слишком далеко. Слишком далеко. Предупреждаю. Появитесь еще раз здесь. И я... То шо же это там, черт возьми, творится? Да там, такого же еще не хватало, чтобы у меня... У меня и так полно работы, понимаете? Да шо такое? Тебе так много работы. И что ты пойдешь делать? И как это поможет? Так, ну, видимо, у нас не так много времени, да? Элена Романская. Отъезда нет. Посетитель. С 81-го года она здесь, да? Форальберг здесь не останавливался. Отель, гостиница. Отель Эдинор. Одна из сетей отелей с многолетними традициями. Самый первый Эдинор был открыт в Париже в 1928 году. Сейчас наши престижные отели можно найти в любой европейской столице. Вам предоставляется уникальная возможность поселиться в историческом центре города, в старинном дворце или роскошном особняке. Все здания полностью отреставрированы, великолепная старинная архитектура. Сочетается в них с комфортом современных апартаментов. Отель Эдинор идеально расположен для знакомства со столицей. Вы откроете для себя красоту национальной архитектуры, короче. Бла-бла-бла. А чё? Чё это за... Чё за код? 4-6-4. Ну-ка, давай на всякий случай. 4-6-4-3-3-6-4-3. Так. Угу. О, открыли. Так, вроде всё, да? Бассейн. Блин, я даже помню, кто там сидит. Да. Автомат. Видимо, Элена была каким-то образом знакома с Гансом. Привет. Добрый день, мисс. Ты бармен в этом отеле? Меня зовут Джеймс, мисс. Джеймс автоматический слуга. Я не бармен и не имею отношения к отелю. Извини, я не хотела тебя обидеть. Если вы не возражаете, мисс, я хотел бы попросить вас в дальнейшем использовать термины более аккуратно. Угу. Но о ралобатцем нельзя поговорить. Меня зовут Кейт Олкер. Рад познакомиться, мисс. Вы приехали сюда не для лечения, не так ли? Нет, я ищу мадам Романскую. Я с удовольствием предложу вам чаю, когда мадам вернется с прогулки. Я не хочу навязываться. Может быть, твоя хозяйка не захочет пить чай в моей компании? Мадам любит жаловаться просто так. Поверьте, она любит гостей. В таком случае, спасибо за приглашение. Угу. Я ищу мадам Романскую. Ты не знаешь, где ее найти? С пятнадцати часов тридцати минут до шестнадцати часов тридцати минут мадам Романская совершает свой ежедневный мацион по набережной. Чай подается ей в номер к семнадцати часам ровно. Можно ее повидать? Как вам будет угодно. Только не простудитесь на ветру. Угу. Проводи меня, пожалуйста, к Елене Романской. Только не сейчас, мисс. Мадам все еще на пирсе. Любуется прибоем. Так. Мадам прекрасно знает, что в это время года я не отважусь поехать на пирс. Сочетание соленых брызг и песка губительно действует на мой механизм. Слышите, как воет ветер? Мы здесь называем его соляным ветром. Рано или поздно он нас всех сведет с ума. Ну попробуй хоть раз. Да зачем? Нет, я останусь здесь и буду ждать, пока не понадоблюсь мадам. Она иногда так непредсказуема. У нее бывают такие резкие перепады настроения. Тебя сконструировал Ганс, по-любому. Ты когда-нибудь слышал о мистере Форальберге? Это имя мне знакомо. Правда? Так ты знаешь Ганса Форальберга? Не могу этого сказать, мисс. Мадам запретила мне говорить о нем и даже упоминать его имя. Почему? Ностальгия, грусть, предписание врачей. Называйте как хотите. Этого разговора не было, хорошо? Мадам очень рассердится, если обнаружится, что я знаю об этом. И вы тоже знаете. Не беспокойся, буду молчать, как рыба. Рыбы не молчат, разговаривают на другом языке просто. Даже ученые доказали, что они разговаривают на... Господи, как это сказать? Система вдохов, выдохов и пузырьки там туда-сюда. В общем, у них свой язык, просто мы его не понимаем. Ты знаешь, где находится Комсомольск? Я оставила там поезд вместе с машинистом. Представляешь? Он автомат, как и ты. Вы даже похожи. Во-первых, я не знаю, что такое Комсомольск. Во-вторых, я никогда не ездил на поезде. В-третьих, существование автомата, столь же сложного и совершенного, как я, представляется мне маловероятным. Мадам всегда говорила, что я уникален. Знаете ли, редкий подарок от ее бывшего почитателя. Ганса. Но вы действительно похожи. Ты знаешь, я без него скучаю. Почему же здесь нет ни его, ни его поезда? Я не позволю мадам Романской пользоваться общественным транспортом. Это долгая история. Ну, надеюсь, я его скоро увижу. Подобная привязанность весьма трогательна, мисс. Я ухожу... Буду рад... Ну, тут я помню, что 12.70. Вот черт! Не работает. Так я и думала. Нет, работает, по-моему. По-моему, работает. Но это открывает другую, по-моему, дверь. Да, это открыла вот эту дверь. Раздевалочку. Так. Что здесь? У нас здесь есть карточка. Что за карточка? Отель Кронский 0968. Временный код. Электронный ключ 0968. Да? Пойдем. Красиво здесь. Вообще никого. 0968. Масочка. Здесь какой... Блин, пепел? Что это? Как в нем можно разговаривать? А, это, наверное, из-за соли все-таки, да? Или как? Вон она. Здравствуйте. А это чтобы пробота позвать. Простите, вы мадам Романская? Елена Романская? Кто вы? Что вам угодно? Прошу прощения, что беспокою вас, мадам. Меня зовут Кейт Олкер. Я здесь по поручению Фрэнка Малковича. Малкович? Старый пройдоха. Вы его родственница. Почти будущее. Не совсем. Он хороший друг моей мамы. Он сказал, что вы живете здесь, в Орлабаде. Я юрист из Америки. Чему обязана вашим визитом? Вы проделали такой путь, у вас, наверное, важное дело ко мне. Да, вы правы. У меня к вам одно очень деликатное и очень срочное дело. Я только что из... Позже, моя дорогая, позже. У меня немного болит голова. Эти респираторы так сдавливают голову. Не могли бы вы сходить за моим лакеем? За лакеем? А, конечно. Простите, но мне просто необходимо. Сам подлюха. Сам подлюха. Я был крайне бдительный, но, уверяю вас, госпожа Романская, этого больше не повторится. Мы сейчас же выставим ее отсюда. Надеюсь, она вас не слишком побеспокоила. О, Феликс. Прекрати рычать на девочку. Она моя гостья. Так это ваша гостья. Но это невозможно. Три часа назад эта нахалка даже не была с вами знакома. Хватит, Феликс. Еще немного, и я рассержусь. Да, госпожа Романская, я вас умоляю. Эта маньячка уже была здесь и пыталась разрушить фонтан. Если бы не... Я сказала, хватит. Будь любезен обращаться с мисс Уолкер со всем подобающим уважением. Не трогай ее и прекрати кричать. Я ясно выразилась, господин Сметана. Да, 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 да. Совершенно ясно, госпожа Романская. Примите, пожалуйста, мои извинения. Вот так-то, Феликс. Можешь идти. Спасибо вам. Пойдем, Злокеем. Он же сказал, что он не поедет сюда. Уже для него губительно. Ой. Если эта штука вообще рабу. Ага. Ага. А, подожди. Стой, 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 стой. А можно ее обратно прикрепить? Забирай. Знаешь, она не здесь должна позвонить. А в самом начале в Роме. Ну, я не помню, поедет он за ней или нет. Вот, да, смотри. Ему бафик или что, я не понимаю. Нафига я тогда звонила в колокольчик? Ты что, не слышишь? Джеймс, чего ты ждешь? Только не надо говорить, что ты и в этот раз звонка не слышал. Звонок был, но снаружи очень ветрено, не так ли? Да, немного. Ну и что теперь? Мадам не понимает. Она утверждает, что автомат не нуждается в защите. Но мой механизм страдает от соли. Я боюсь выходить наружу. А если я дам тебе свой респиратор, это поможет? Несомненно. Как это поможет? Ну ладно. Алло. Привет, котенок. Ну как? Ты встретилась с этой романской? Что она из себя представляет? Она помнит Фрэнка. Привет, мам. Я ее видела. Она и правда живет в Орлабаде. Поблагодари Фрэнка за меня, ладно? Я ему все передам, солнышко. А как тебе этот Орлабад? Может, нам с Фрэнком туда смотаться как-нибудь? Не стоит, мам. Это морской курорт, мам. Точнее, это когда-то был курорт. Он тебя разочарует. Может быть. Так когда же ты возвращаешься? Закончились, наконец, свои дела? Еще не совсем, мам. Я ищу наследника, чтобы оформить эту дурацкую сделку. И пока не нашла. А романская мне по-другому вопросу была нужна. Слушай, зайка, по-моему, ты чересчур увлекаешься. Почему бы тебе просто не вернуться и не сказать боссу, что никакого наследника нет, а ты сделала все, что смогла? Логично, кстати. Хочешь, я сама ему позвоню? Мам, ну, пожалуйста, не вмешивайся. Мне платят за то, чтобы я нашла Ганса Форальберка. К тому же, это мне самой нужно. Нет, все-таки иногда ты такая же упрямица, как твой отец. Только не жалуйся потом, что мама тебя не предупреждала. Не буду, не беспокойся. Я иду, иду, Джеймс. А, ты уже сгонял в ней, ни хрена. Она уже совсем старенькая. Для меня большая честь познакомиться с вами, мадам Романская. Мне так много рассказывали о вас. Так обо мне все еще говорят? Боже мой. Хм, конечно. Вы опоздали, девочка моя. Опоздали на десять лет. А как поживает Франк? Расскажите мне. Я до сих пор сержусь на него за то, что он уехал. Вы не обижайтесь, но я никогда не думала, что эти ковбои что-то смыслят в настоящей музыке. Не думаю, что он еще поет. Так, на праздниках, на благотворительных концертах. Но он просил передать, что до сих пор обожает вас. Обожает? Ха! Ты слышал, Джеймс? У меня еще есть поклонники, хоть и за океаном. Я никогда не утверждал, что их нет, мадам. А что тот вот второй господин? Как его? Бородин? Я его знаю. Да, вы однажды пели у него на фабрике. Если верить ему, это было потрясающее выступление. Если бы вы знали, как он в вас влюблен. Так что поклонники у вас остались и тут, в России. Должна признаться, мне было бы любопытно с ним встретиться. Но мой голос... Нет, я не могу. Так, это была Кейт или задача? Мадам Романская, поверьте, я никогда бы не решилась вас побеспокоить, если бы мне не нужна была ваша помощь. Я все понимаю, дорогая, но здоровье мое совсем не то, не говоря уже о голосе. Поверьте, мне досадно не меньше, чем вам. Автомат-то сделал Ганс. Странно. У меня такое впечатление, что Ганс Форальберг появлялся и здесь. Вы знаете Ганса Форальберга? Не совсем. Я ищу его в связи с наследством. Но мне пришлось немного покопаться в его прошлом. И теперь он для меня все равно, что близкий друг. А вы его знали? О, да. Я знала Ганса Форальберга. Ты слышу, Джеймс? Ах, если бы ты хоть раз видел Ганса. Моего Ганса, боже мой. Так что с ним? Где он? Из всех возможных вопросов, мадам, этот не является самым простым. Мне очень жаль, но я не знаю. Это как раз моя задача, отыскать его. И именно поэтому мне нужно как можно быстрее вернуть поезд и уехать из Комсомольска. А без поезда вам его не найти? Поезд – это его последнее изобретение, как и Оскар-машинист. Мне почему-то кажется, что они приведут меня к нему. Джеймс, ты слышал? Я могу снова увидеть Ганса. Я так долго мечтала увидеть моего любимого. Ах, если бы я только снова смогла петь. Если бы я оказалась в Париже, я бы пошла к Джорджу и заказала его чудесный коктейль. Верно, Джеймс? Да, мадам, вы часто говорили о нем. Если бы не этот коктейль, ваше французское турне было бы сорвано. Не понимаю. О, это удивительная история, дорогая. Как-то раз я выступала в Париже в декабре. Было ужасно холодно, и я простудилась. И как раз в тот день, когда мне нужно было петь арию Татьяны, я потеряла голос. Не знаю, как Джордж узнал об этом. Он служил в баре, в отеле Моритц. Так вот, Джордж приготовил для меня коктейль по своему рецепту. Странная была смесь, но она вернула мне голос. Потрясающе! Как раз то, что нам нужно. Давайте приготовим его. Ах, деточка, это невозможно. Джордж не сказал мне рецепт. Это его фирменный секрет. Он сказал, что это делает его незаменимым. Значит, придется поговорить с Джорджем. Держу пари, передо мной он не устает. А у нас как раз есть номер. Так, поезд. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Съездите со мной в Комсомольск. Иначе я не смогу получить назад свой поезд и отправиться дальше. Поезд? Да, я ехала на прекрасном локомотиве с механическим машинистом. Он очень похож на вашего Джеймса. Джеймс, ты слышишь? Автомат! У тебя появился родственник, как мило. А я-то думала, что я одна способна поладить с механическим локеем. Позвольте мне выразить свое удивление, мадам. Тем не менее, тот факт, что я остаюсь у вас в услужении, сам по себе демонстрирует мою уникальность. Оскар не локей. У него очень независимый характер. Иногда даже слишком. Прямо как у тебя, Джеймс. Ну, разве не забавно? Мадам не удивит мой настоятельный совет не предпринимать подобного путешествия, которое, если я не ошибаюсь, может крайне утомить мадам. Джеймс, решение тут принимает один из нас. И это я. Мне очень любопытно посмотреть на ваш автомат, моя дорогая. Где он? Ему пришлось остаться в Комсомольске вместе с поездом. Директор отвинтил у него руки, чтобы приделать их к своему пианисту. Этот пианист должен аккомпанировать вам, когда вы будете петь. Маньяк какой-то, да? Еще один автомат, и он может играть. Играть? Угу, я себе не потерял голос. Вы, наверное, прожили потрясающую жизнь. Столько повидали? Больше, чем вы могли бы вообразить. Я пела чудесные арии в лучших театрах мира. Меня приветствовали короли. За мной ухаживали принцы. Зрелые мужчины рыдали, как дети, при звуках моего голоса. Голосом! Я могла разбить хрустальный бокал или тысячу сердец с равной легкостью. И это неудивительно? А потом болезнь отняла у меня мой дар. Голос пропадал. У меня начались мигрени, здоровье уходило от меня. Меня отправили сюда, на курорт. Я собиралась отдохнуть только месяц. Но месяц превратился в год. Год в десять. Жутко. Но вы выглядите совсем здорово. Спасибо, моя дорогая. Так, значит, нам надо... Я всё-таки... Готовить коктейль. У нас есть номер. Четыре шесть четыре... Три три... Шесть четыре три. Надеюсь, это тот номер. Алло, отель Моритс? Администратор слушает. Добрый день. Я бы хотела поговорить с мистером Жоржем, с барменом. Одну минутку, я переключу вас на бар. Алло, бармен у телефона. Здравствуйте. Я бы хотела поговорить с Жоржем. Жорж? Вы имеете в виду мсье Жоржа? Эээ... Да, возможно. Он работал в Морице барменом в пятидесятые годы. Мне жаль вас разочаровывать, но мсье Жорж уже давно у нас не работает. А чем вызван ваш звонок? Мне говорили, что у мсье Жоржа есть уникальный рецепт какого-то потрясающего коктейля. Понимаете, мне позарез нужно его узнать. Это вопрос жизни и смерти. Мадам, я бы с удовольствием вам помог, но, понимаете, старина Жорж знал уйму коктейлей. Для бармена это вопрос чести. Когда он уходил, он записал все рецепты. Вы не знаете, как называется тот, что вам нужен? Честно говоря, нет. А их там много, да? Да. Париж-Пекин, Зеленая тайна, Бока-Пока, Прекрасная Елена, Красный Мамба. Прекрасная Елена. Елена, мне нужен коктейль Прекрасная Елена. Минутку, я сейчас посмотрю. Прекрасная Елена. Так, одна мерка водки, одна мерка голубого кюрасао, одна мерка меда, немного лимонного сока и лед. Все смешайте и вперед. Отлично. Огромное спасибо, сыр. Вы мне очень помогли. Звучит на самом деле это легко. А на деле с этим аппаратом ни хера не легко. Ну ладно. Это мы все проходили, это мы все знаем. Я думаю, проблем у нас особо это не возникнет. Что это? Это засахаренный мед, лимон. Водка у нас уже есть. Так, мед мы будем топить в сауне. Сейчас я вернусь. По-моему, так мы пройдем. Надо в ту сторону сходить. Вот да, вот в эту, в правую. Там раздевалка, здесь не знаю что. О, прикол. Угу. Так. Я вышла. Я запуталась в экранах. О, здрасте, мужчина. Так-то вы тут... О, подожди, все-все-все. Угу. Вентель, по-моему. Она сейчас станет горячим и опустим мед. Де-де-де. Де-де. Ага. Господи, это страшно, джакузи. Жидкий мят. На самом деле, вот эта загадка с коктейлем, она на самом деле, я помню, была такая для меня достаточно жесткая. Но сейчас уже не будет. Так. Нем-тем-тем-тем. Потому что, потому что мы уже это все проходили когда-то. Угу. Угу. Так. Боже. Это стало страшно. Так, давай давим лимончик. Э-э-э. Ага. Ставим водочку. Ага. Э-э-э. Так. Так, сюда, видимо, мед. Так. Потом. Э-э-э. Что нам нужно? Боже. Это что, потекло? Водочка? Ага. Блять, почему так сложно? Не, какая-то лажа сейчас получилась. Подожди. Я... Подожди. Так, интересно. Часно. О, лилуя! Пять минут. Мой голос! Господи, какой кошмар! Это ужасно! Я не верю своим ушам. Прекрасная Елена здесь бессильна. Голос старухи она изменить не может. Но у вас прекрасный голос. Не судите себя так строго. Вам просто нужно немного распеться. Вот и все. Вы ведь и не пели столько лет. Нет, нет. Вы добрая девушка, я вам благодарна. Но я не могу выйти на сцену с таким голосом. Давай бокал побьем. Это будет полный провал. Меня засмеют. Вам просто нужно немного уверенности. Правда, Джеймс? Должен признать, мадам, что ваш голос полностью восстановился. Джеймс, ты подлый лицемер. Не поддакивай. Пойдем возьмем бокал. По-моему, она... Не помню, тут разбить его, что ли, должно ли? Как-то так. Там в конце этого будут бокальчики. Шампусиком. Да-да-да. Да-да-да. Жю. Сидит такая грустная. Мой голос. Вот и доказательства. Господи, да что же это? Мой голос и впрямь вернулся. Все, на сцену обратно. Джеймс, ты слышал? Мой голос вернулся. Ваш голос прекрасен, как прежде, мадам. Но не забудьте, вы уже не девочка. Время взяло свое. Ты, между прочим, тоже уже не новенький, Джеймс. Надеюсь, ты найдешь, чем заняться, пока меня не будет. Оставить вас, мадам. Не может быть и речи. Не говори глупостей. Что тебе там делать? Твое место здесь. Будешь готовиться к моему приезду. Мадам, я не буду настаивать. Приключения не предусмотрены моей программой. Возможно, вы правы, мадам, как всегда. Я правильно поняла, что вы поедете со мной в Комсомольск? Конечно, дорогая. Мы едем на гастроли. Отдать якоря. Я иду к воздушному шару. Приготовлю его котлюту. Джеймс, отведи меня в номер. Мне нужно подготовиться. Живее. Чего ты ждешь? Меня ждут поклонники. Вы уверены, что вы в этом уверены, мадам? Заткнись, железяка, и делай, что велино. Ну, отлично. Слава богу, я разобралась с этой шатан-машиной. Здрасте. Сэр. Слава богу, я тебя не вызвать. Нет! Нет! Чего орешь-то? Я пришла извиниться за фонтан. Надеюсь, я причинила не слишком много ущерба. Но я не нашла другого способа встретиться с мадам Романской. Да, о нет, да господи, так в конце концов, кому нужен этот фонтан, да пху на его. Если в нем все равно воды не было никогда. Так вы же уже приятельницы, да, с Романской. И как вам удалось ей так быстро поладить, а? Я просто попросила ее отправиться со мной и дать концерт на фабрике. Шо, Браманская шо, снова запела? Она сцену оставила 150 лет назад. Мне не терпится, знаете, узнать, неужели она согласится с вами ехать? Уже согласилась. Посмотрим. Терпенье и труд все перетрут. А уж чего-чего, терпенье я вам, мисс, не занимать. Я уезжаю, и мадам Романская едет со мной. Шо б я сдох, вы ухитрились ее уговорить, да? Потрясающе! Э, а вы, а вы шо, вы уверены, что эта поездка хорошая идея, да? У нее же вечно эти приступы, все такое, кашляет, сморкается, кашляет, сморкается. Не беспокойтесь, я о ней позабочусь как следует. Да и уезжает она ненадолго. Надеюсь, вы увозите мою лучшую постоялицу, мою единственную постоялицу. Мне будет сейчас так одиноко, как он... Нет, не бойтесь, на худой конец всегда можно посмотреть телевизор, да и Джеймс всегда рядом. Вы не могли бы помочь с расследованием? Когда-то, но не теперь. Отлично. Возможно, это не скромно с моей стороны, но мне кажется, что какое-то время назад здесь останавливался Ганс Форальберг. Вы, случайно, ничего о нем не слышали с тех пор? Ну, не в наших правилах давать сведения о том, когда клиент приезжал и когда отбивал. Могу только сказать одно, что не имел удовольствия встречаться с мистером Форальбергом с тех пор, как он нас покинул. Это было давно, очень давно и... Очень жаль, что в гостинице нет постояльцев. Ой, у нас были золотые времена, но это все в прошлом. Вот и все. Это вас не огорчает? А почему это должно меня огорчать? Когда-то я принимал здесь великих людей, а теперь у меня остались одни воспоминания. Хорошо. До свидания, мистер Феликс. Так вы что, вы не передумали, не? Я бы вам королевский люкс уступил с королевской скидкой. Одеялко дам. Большое спасибо, но мне пора ехать. Ну, говорит, как знаешь, да. Ну что ж, пошли. Так, мы приехали отсюда, да? А давайте полетим в Комсомольск как раз-таки. О, смотри, звонок. Дэн, по-любому. Алло. Привет, это Оливия. А, че тебе надо? Привет, как дела? Как вечеринка прошла? Ну как, напились там все. Это что, все? В чем дело? Ты что, язык проглотила? Слушай, ты лучше о себе расскажи. Как движутся дела? Нашла свою романскую? Тебе не кажется, что путешествие подзатянулось? Знаешь, у меня не было времени, чтобы скучать, хотя... Оливия, да что с тобой? Ты даже на вопросы не отвечаешь, прямо сама не своя. Слушай, я тебе рассказывала, что купила эту синюю кофточку? Оливия, ты что-то недоговариваешь. Говори прямо, не пугай меня. О, Кейт, прости меня, я такая свинья. Я больше не спать, не есть не могу, я умру. Переспала с моим женихом. Оливия, что случилось? Это все Дэн. Что Дэн? С ним что-то стряслось? Я? Мы... Ты меня теперь никогда не простишь и будешь права. На твоем месте я бы тоже. Что? Ну, после вечеринки Дэн отвез меня домой. Мы были оба... Ну, не стоило столько пить. Он и зашел-то на минутку, хотел перехватить еще рюмочку и... О, Кейт, ты меня не простишь. Ясно, я поняла. Это все я виновата. Я тебе не говорила, но я давно схожу по нему с ума. А ты ведь моя подруга, вы помолвлены. А потом ты уехала, и мы так подружились, что я совсем потеряла голову. Кейт, я просто умереть готова. Ну и забирай. Ладно, не бери в голову. Ты с Дэном... Это все сейчас так нереально и так неважно. Прости, Оливия, мне пора. Нужно обработать эту порцию данных. Кейт, ты что, автомат? Кейт, ну пожалуйста. Я кладу трубку, извини, мне нужно побыть одну. Шлёдра. Ну, и мне надо отработать эту партию данных. Так что, в комсомольском полетим уже в следующей серии. Или плет. Нет. Игра вообще из-за меня не все решает, что такое. Б-б-б-б... Б-б-б-б... ПЕСНЯ 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 Вокал, конечно, феерический. Тут, конечно, ничего не скажешь. Это было очень круто, хоть и с акцентом. Но позволять Елену мы будем уже в следующей серии. Ну, естественно, блин, по маске было понятно, что он удак. Но я, кстати, не особо это помню, что он её взял в плену. Только когда она начала петь, я что-то об этом вспомнила. Ну, вот так вот. Что ж, Елену будем позволять в следующей серии. С вами была Шустро, удачи и до новых встреч. Пока-пока.